Компания Samsung уже давно экспериментирует с разными носимыми устройствами. У них есть красивые и крутые умные часы Gear S2 и Gear S3. А в прошлом году они показали свой фитнес-браслет Gear Fit 2, который хоть и был дороже своих конкурентов, но полностью делал их по функционалу. И вот пару месяцев назад на Ифе они представили свой новый фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro. Давайте же разбираться, почему именно Pro, а не третья версия. Итак, дизайн браслета практически не изменился с прошлого года. Все тот же изогнутый полтора дюймовый AMOLED-экран, который плавно переходит в ремешок с интересным рельефом. Кстати, в ремешке поменялась застежка, теперь она в классическом стиле, знакомая по обычным наручным часам. Нам на выбор предлагают два цветовых варианта браслета – полностью черный и черный с красной внутренней частью. Лично мне очень зашел вариант с красным цветом. Выглядит одновременно и красиво, и не слишком броско. А еще перед покупкой можно подобрать размер ремешка, который будет более удобно сидеть на руке. Gear Fit 2 Pro работает на операционной системе Tizen, которую Samsung использует во всех своих носимых устройствах. Как всегда работает система шустро, никаких подтормаживаний и зависаний нет. Пользователю доступно очень много настроек для кастомизации браслета под свои потребности. Есть даже магазин со сторонними приложениями и циферблатами. Правда, приложений не так много, как хотелось бы. Но даже в этом случае не стоит сильно расстраиваться, ведь стандартные функции выполняют все ваши требования. Кроме отслеживания спортивной активности, браслет умеет отслеживать и анализировать качество сна. Оповещать о сообщениях в мессенджерах не только показывая иконку, а и выводя текст сообщения. Также при звонке есть возможность бросить вызов или ответить быстрым сообщением. А еще в браслете предустановлен музыкальный проигрыватель, что в паре с четырьмя гигабайтами встроенного хранилища позволяет слушать музыку на тренировке без необходимости брать с собой смартфон. Правда, в таком случае нужно будет прикупить блютуз гарнитуру. У Samsung, кстати, есть такая, Gear Icon X называется. А вот что мне не понравилось Gear Fit 2 Pro, так это невозможность вывести на экран сразу несколько сведений о текущей тренировке. Но основным нововведением браслета является защита от воды и возможность выдержать давление на глубине до 50 метров. Но Samsung все же не рекомендует плавать с ним в соленой воде, а найти бассейн такой глубины вряд ли получится. Во всяком случае я о таких не слышала. Также появилось предустановленное приложение для занятием плавания от спида. И да, плавать в браслете действительно можно, благодаря функции Water Lock Mode. Экран блокируется и никаких ложных нажатий во время заплыва не происходит. Также браслет самостоятельно не распознает ваше купание, и режим тренировки в водичке придется запустить вручную. Зато после таких манипуляций браслет начнет замерять буквально все, включая количество грибков. Gear Fit 2 Pro очень хорошо тречит занятия бегом, катанием на велосипеде, плаванием, ходьбой и даже занятием йогой. Круто и то, что смартфон не обязательно брать с собой на тренировку, ведь в браслете есть модуль GPS, который помогает точно определить расстояние и скорость передвижения. А все данные автоматически синхронизируются со смартфоном после возвращения домой. Свою активность удобно просматривать не только на экране браслета, но и в приложении Samsung Health с разными графиками, маршрутами, пробежками и ачивками. Кстати, для синхронизации браслета с вашим телефоном придется немного попотеть и установить аж три приложения. Для начала нужно установить приложение Samsung Gear и подключить к нему браслет. Затем выскочит окошко с приложением установки еще двух дополнительных приложений – Gear Fit Plugin и Samsung Accessory Service, без которых браслет не будет присылать уведомлений и синхронизировать данные тренировки. Почему нельзя было сделать все в одном приложении, мне непонятно. Почему у Xiaomi и у других получилось, а у Samsung нет? А вот от чего становится немножко грустно, так это от времени автономной работы – каких-то два-три дня от одного заряда при постоянном подключении к смартфону. А если использовать браслет на тренировках автономно и с отслеживанием по GPS, то это время сокращается практически вдвое. Но очень больших неудобств этот факт не вызывает, так как зарядка от фирменной док-станции происходит примерно за час. В завершении хочу сказать, что Gear Fit 2 Pro – это отличное устройство для тех, кто хочет заниматься спортом и отслеживать свою активность без необходимости брать смартфон. Ну и конечно же, он отлично подходит для замены обычных часов, ну или простых фитнес-трекеров. А его функции помогут не отвлекаться на смартфон при каждом сообщении или звонке. Gear Fit 2 Pro, пожалуй, самый интересный фитнес-браслет на рынке, но его цена многим кажется неоправданной, хоть и конкурентов у него по сути нет. Ну а на этом все. С вами была я, Алина, от канала Фундук ТВ. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Оставляйте комментарии под видео и рассказывайте о нас своим друзьям. И до новых встреч в новых видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова